здравствуйте друзья у нас сегодня экскурсия точнее продолжение той экскурсии что мы вчера проводили по улице фримонт вот вы видите коричневую табличку мы в лос-алтос коричневая табличка говорит грант улица грант но в данном случае так что уходит направо двигалась в сторону mountain view я я туда вчера поехал в медицинский офис а сейчас мы просто едем себе никого не трогаем по однополосной улице фримонт она дойдет до самого даунтауна города лос-алтос но мы до даунтауна не не будем ехать мы немножко раньше свернем просто для того чтобы вы посмотрели на лос-алтос и это полосалтовским понятиям оживленная магистраль где мы сейчас едем лос-алтос вообще совершенно спальный город и если бы вот не та его часть которая выходит на улицу мама родная это куда же мы приехали то а я вам хотел экскурсию сделать значит если бы не та его часть которая выходит на улицу эл камен рил где находится наша школа и у нас адрес школы как раз по эл камен рил вот то вообще было бы такое сонное царство смотри что творят прямо то что получается тут не проехать что ли о жизнь друзья чё это такое происходит там ну да значит надо видно нам развернуться я чувствую тут все разворачиваются да короче значит экскурсия откладывается а приключения нет вот мы с вами видим приключения дорога закрыта тут направо вроде можно ну-ка есть направо нет нет направо нет этот дом жилой ах ты там на велосипеде то можно вот как проскочил человек ладно разворачиваемся вот так друзья иногда самые лучшие намерения упираются в бульдозер на нашем жизненном пути получилась философская мыслишка уезжаем уезжаем мы отсюда ну что по улицам поплутать давайте будем плутать если вам не скучно со мной плутать будем плутать а тут знак был я наверно его просто не заметил ну да вот он говорит дорог закрыта а я мимо шел вот почему я шел мимо друзья не из-за того что знаков не уважаю а из-за того что был увлечен тем что хотел вам рассказать да но тем не менее мы с вами катаемся полусалтас пить тут люди гуляют цветочки цветут со всех сторон август месяц зачем не свести вот и в этом месте дорого все в лос-алтас если уж совсем на снос сыраюшка это уже наверно миллион два будет стоить очень дорогое место да и если вы думаете что легко купить что то нет купить нелегко потому что спрос большой бум сильный не хватает недвижимости хотя сами знаете чем выше цены поднимаются тем как бы больше свободного жилья больше желающих продать ну-ка ведь как типичного салтовская такая картинка вот дерево стоит вкопанное и вокруг него все значит убежают дерево спилить не так просто мы сейчас выйдем на улицу которая называется миромонте миромонте не миру мир как может показаться знаете парк тут дети футбол играют смотри-ка одна на не во время уроков школе а нет лето же лето просто дети играют так поехали вот она миромонте здесь она еще такая относительно небольшая потом ближе туда ближе к л камина рил ближе к центру кремниевой долины она станет покрупнее я надеюсь что вам нравится город лос-алтес вот тут езда небыстрое много знаков стоп много светофоров так а вот вы видите школьные автобусы идут везут деток в школу вот они тут подмигивают нам а мы вперед они забрали так сразу три школьных автобуса но наверное их подрядили для чего-то не связанного со школой раз занятий сейчас нету хотя скоро начнется учебный год на самом деле вот не знаю как в других штатах но у нас тут новый год учебный начинается по-разному в разных школах где-то это происходит в августе месяце и это не обязательно вот чтобы у всех первого сентября я даже не знаю у кого бы это затянулось до первого сентября обычно где-то в августе если вас дети вдруг ходят в разные школы это вы можете легко оказаться в ситуации когда когда один ребенок пошел в школу один день а другой другой мы сейчас с вами свернем на улицу куэста раз у нас экскурсия свернем на улицу куэста она очень прикольная улице куэста идет тоже вот налево если поехать в даунтаун лос-алтас придет а так она с одной стороны небольшая с другой стороны достаточно легко и быстро по ней едется вот но это же это все живые районы здесь такой не некоммерческая так может быть маленькие офисы есть вот если чуть левее вот сюда вот здание с понтом кирпичная вот это вот так там донтийский офис и слева мы сейчас повернем и слева будет такая небольшая плаза с магазинчиками старбаксом мы сюда ходим на кофейку попить и на улице куэста есть парк мы там снимали неоднократно если вы напишите куэста парк сделаете поиск вы увидите мы там снимали там хороший большой парк много наших соотечественников с детками там прогуливаются там хорошая площадка детская вообще там приятно в целом этими эти места хорошие они такие безопасные такой народ мирный светлый улыбается без всякой причины да так и хочется спросить чего улыбись и дед а вот просто настроение хорошее вот слева плазка небольшая вот есть школа танцев написано векслер academy of music and dance векслер это наш соотечественник я когда-то страховал их школу когда страхованием занимался у них есть еще одно отделение там близко к нашему нашему дому где мы же большая такая разросшаяся серьезная школа проникновение наше на планете особенно заметно вдалеке как говорил как писал поэт да в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке но здесь такого нет здесь такого нет надписи в туалетах на русском языке я не видел на скалах тоже не видел на заборах не видел как-то вот может в нью-йорке где не знаю у нас такого не видать ну и наверное мы здесь уйдем направо поскольку у нас экскурсии экскурсии друзья но мы все-таки мы все-таки едем на работу вот пошли направо и должны оказаться скоро в офисе может быть я там лишних 10 минут потратил но зато вы так вот поколесили по окрестностям города лос-алтес и еще раз мы все-таки в основном то ездили не по тихим улочкам а по таким где какое-то такое движение более-менее заметно не хочется использовать слово магистраль но тип того вот это относительно большие улицы а если бы так уже пошли совсем дворами ездить у нас было бы иначе другая картина была бы перед глазами у нас есть видео мы со светланой идем и снимаем на камеру город лос-алтес мы вышли погулять и снимаем вот одно из первых видео у нас на канале так что если вы поищите на лос-алтес то обязательно увидите этот сюжет а так все-таки из автомобиля и все-таки на достаточно оживленные улицы трудно сказать почему лос-алтес оказался таким ну как бы эксклюзивным что ли местом то есть она как всюду эксклюзивные палалка эксклюзивные медлопарк эксклюзивные практически любой город здесь но лос-алтес все-таки он как-то так подороже видимо от того что он застраивался может быть чуть позже остальных и здесь нарезали участки побольше здесь и 10 и 12 соток участки обычное дело хотя есть и поменьше вот и здесь как-то архитектурно тогдашний мэр не пропускал планы строительства где кухня смотрит во двор уж раньше так строили что мама готовит и видит деток которые играют значит там на заднем дворе и он считал что женщина должна видеть мир поэтому кухня должна смотреть на улицу и вот я слышал какое-то объяснение что вот этим как-то было обусловлено я не знаю но по всякому случае стало такое место достаточно дорогое одно из самых дорогих тут и что еще считается так многие говорят что лос-алтес это самая удаленная точка для того чтобы жить если работаешь в сан-франциско потому что много народу там вы понимаете что процент к больших город и там очень много людей работает но вот если они не хотят жить в городе то где им жить и вот получается что скажем там купертина далековато хотя хорошее место там лос-гаттес изменить на место но далековато а лос-алтес как бы вот такое предел как бы но сюда еще и еще можно ездить поэтому так вот интересно получается ну что друзья мы с вами обозреваем улицу эл камин и рил можно сказать основную такую не хайвейную магистраль кремниевой долины и сейчас мы свернем налево и через пару минут окажемся в нашем офисе поэтому я экскурсию заканчиваю и всем желаю приехать сюда кто еще не был и лично так походить погулять посмотреть вот настройка там идет видимо вам солнце там подсвечивает немножко вот но вот строится что-то такое грандиозное когда построиться может быть мы отдельно посмотрим а на этом месте друзья я с вами прощаюсь и отправляюсь на работу так у нас много дел и немножко лихорадит трудовой коллектив потому что нам нужно замену нам нужно замену человеку который перешел в другое место и вот мы над этим работаем и ну еще тут отпуска и в общем какие-то такие всякие процессы сиюминутные поэтому дел у нас много внимание они требуют много и мы на них и переключаемся до свидания